Ну вот когда мы начали, это был 98-й год, наверное, помните, да? Тогда говорили, для наркомана есть два выхода, вы помните, да? То есть это тюрьма или могила, да? Кажется, там больше третьего не было выбора, то есть. И вот тогда церковь как раз была как ответ. И вот как раз вот Бог, если, ну, церковь это как место, да? Бог, он является нашим неким ответом. Почему? Потому что в этом мире люди пытаются что-то изменить в физическом мире. Но, друзья, в физическом мире изменения не могут приносить никакого удовлетворения, если ты чего-то не изменишь внутри себя. То есть это же, это же вот, я не знаю, мы так же работаем с этими, с беспризонными людьми, да? Мы как-то пришли, пришли на одну помойку и проповедовали там несколько человек. Вот он достал сосиску с помойки, вытирает ее. Мы ему говорим, ну, тебе надо поехать на реабилитацию. Он говорит, знаете мне, что сейчас надо? Нет? И это, говорит, изменит мою жизнь. На полном серьезе. То есть он говорит, 200 рублей. Я говорю, тебе на что 200 рублей? Он говорит, 200 рублей, чтобы сделать документы на права. То есть как бы человек вот говорит на полном серьезе. Ну, как бы он неадекватен. Так вот иногда мы думаем, что изменить что-то здесь, ну, вот в физическом мире мы можем изменить в своей жизни. Но в физическом мире ничего, изменяя что-то в физическом мире, мы не можем при долгосрочных увидеть изменений. Это у меня один друг был, ему все там было плохо, плохо, плохо в России. Как-то вот и не так получилось, что они уехали в Америку, выиграли там грин-карт и уехали. В Америку я приехал там спустя несколько лет, то есть такой хороший знакомый, он встречал меня. И я говорю, ну что, как Америка? Он говорит, плохо. Я говорю, что, работает, говорит, надо. Я говорю, welcome back to Russia. Он говорит, не-не, я здесь побуду. И понимаешь, то, что ты жил в одной стране, переехал в другую страну, ничего не меняется. Во внешнем вы можете, некоторые говорят, вот если бы у меня работа была, ну, больше бы зарабатывала, изменилась. Или у меня бы жена была красивее, вот лучше бы было там, или две жены там. Ну, у каждого есть свои фантазии какие-то. Кстати, вот русская такая есть история, сказка, да. Ну, как бы там персонажи были, как брат, вы говорите, там несколько персонажей участвовали. То есть четверо там из сферы, да. То есть у меня тоже два персонажа. Это была бабушка и дедушка, которые прожили возле Синего моря долго. То есть его дед промышлял тем, что рыбачил. Вы помните о золотой рыбке? И вот он закинул сеть, вытаскивает, ну, как бы рыбку. Рыбка говорит, измолилась, отпусти меня, дедушка, пожалуйста, я тебе любую исполню там желание. Ну, дедушка подумал, ну, и что ему надо? То есть он прожил с одной женщиной всю свою жизнь возле самого Синего моря. То есть первая линия от моря. Питался исключительно морепродуктами. Довольно счастливый человек. Он сказал, да мне ничего не надо, у меня хорошая жизнь. Пришел домой, взял бабушке, рассказал. Ну, как бабушка дала ему диагноз сразу. Говорит, дурачина ты простофиля. Помните, да? То есть, ну, как бы, почему, говорит, слушай, у нас он корыто разбито, а ты вообще, говоришь, ничего не надо. То есть дедушка был позитивным мужчиной. То есть, ну, и он приходит рыбку, ну, там, нечего делать деду, вы помните, да? Пошел рыбку кликать. Ну, вот рыбка пришла, он говорит, слушай, что-то я правда не посмотрел. У нас машина разбита. Вот, ну, извиняюсь, машина. Это у нас машина сейчас, да? Стиральные машины, сушильные машины. То есть, корыто разбито. Он говорит, иди, корыто целое. Приходит домой, скажите, корыто целое? Целое. Бабушка довольна? Ну, нет. Конечно, она недовольна. Она говорит, ну, в чем проблема-то, корыто целое. Она говорит, я же тебе образно сказал, у нас дом покосился. Он говорит, ай-яй-яй-яй, я и давно построили. Конечно, покосился. Пошел опять кликать. Мы видим, что и дом построен, она уже там какая-то владыческая, морская, еще чего-то. Но мы видим, самое главное, что мы видим, что она не стала довольной. То есть, поэтому, к чему я сегодня говорю, что если мы говорим о надежде мира, ее невозможно найти в каких-то физических свойствах, ну, как бы, или каких-то физических этих. Я сидел дома, думаю, ну, никогда же люди так не жили. Я смотрю, у меня стоит холодильник, микроволновая печь, печка, ну, как бы, потом плита, да? Здесь посудомоечная машина стоит, там тостер какой-то стоит, кофемашина. То есть, ты просто нажимаешь на кнопки, и тебе жизнь становится легче. Ты спишь на каком-то матрасе, ну, там, пружинном, то есть, ну, как бы, не на какой-то соломе лежишь, да? И вот, так это в среднем, ну, в общем-то, любой человек, у него есть чайник, плита есть, там, я не знаю, что там есть, кран, вода в туалете, нажал кнопку, смыл, не надо тебе во двор ходить. То есть, стали люди счастливее? Да вообще нет, не стали люди счастливее. То есть, ответ есть только у Христа, то есть, и это невозможно изменить. Посмотрите, ну, а что происходит, когда мы приходим к Богу, если ты скажешь, ну, хорошо, а какой же ответ? То есть, когда мы приходим к Богу, то есть, мы принимаем Его как своего спасителя и Господа, и что происходит? Наша жизнь изменяется. Ну, вот, вспомните себя, что произошло, когда вы покаялись? Кто-то говорит, знаешь, ну, я, говорит, вот такой прям вдохновленный стал, прямо вот, не знаю, там, одна бабушка, говорит, ну, это в баптистской церкви было, она говорит, сорожка, она так обращалась ко мне, не знаю, почему она сорожкой меня называла, то есть, сорожка. А вот, ты плакал или нет, когда спасся? Ну, я волновался, я говорю, нет, не плакал, она говорит, а я так плакал, так плакал, не знаю, нормально у тебя спасение, настоящее или нет. Я прям задумался, думаю, слушай, ну, кто ее знает, то есть. Ну, ведь, согласитесь, каждый человек, ну, один переживал, плакал, другой, наоборот, радость. Кто-то, вот, я волновался, я вот ничего не чувствовал, я думал, как я сейчас буду молиться с людьми, то есть, у меня все мысли путались, то есть, ну, я помолился молитвой. То есть, каждый что-то, я вышел, ну, в зеркало я посмотрел, ничего не изменилось. Да, что-то изменилось внутри меня, то есть, что-то изменилось внутри меня, я начал, мне интересно было, что написано в слове, какие-то вещи изменились, но, друзья, помимо того, что изменяется наше мышление из-за того, что Дух Святой входит в нас, Бог дает нам новую перспективу. Почему? Потому что в Писании написано, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. А что это значит для нас? А значит, это значит то, что Бог стал нашим отцом, а мы стали его детьми, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, и посмотрите, если говорить о перспективе, как мы находимся в этой позиции. Я посмотрел, залез в интернет, сейчас всемогущий интернет все знает. И вот перспектива происходит от латического слова, видеть насквозь. Ну, или вот в искусстве, ну, каким образом это? Искусство отображает на картинах даль таким образом, как оно представляется в действительности. То есть, другими словами, ты видишь домик здесь, человека там вдалеке, там еще какой-то первый, второй, третий план. То есть, таким, какой оно есть в действительности. Я подумал, ну, на самом деле, это когда мы приходим к Богу, то есть до Бога же мы живем в каких-то своих иллюзиях, Бог открывает перспективу, вот небес, свою вот небесную, божественную перспективу на нашу жизнь. Кем мы становимся? Ты скажешь, ну, а как это может изменять нашу жизнь? Друзья, очень сильно. Есть такой Виктор Франкл, не знаю, читали вы его труды или нет, он психолог. И у него в противовес фрейдовской теории, то есть, он там, если Фрейд говорит, что мы все животные, то он говорит, нет, мы не животные, то есть, человек внутри всегда остается человеком. И он был психологом обыкновенным и попал в Освенцию. Я не знаю, знаете вы или нет, евреи, он по национальности. И он, как бы, побыв вот в Освенции, он увидел, пересмотрел эту философию. Почему? Потому что, он говорит, были люди святые, находясь вот в этих условиях Освенциема, были святые люди и были те люди, которые опускались. Он говорит, в глубине человек есть что-то божественное. То есть, он как разрушает фрейдовскую теорию напрочь. И то, что он говорит, он говорит, если человек сможет увидеть с такой перспективы, правильную ситуацию, его жизнь изменится. То есть, я когда читал его книгу, он там приводит один такой пример. Приходит к нему пожилой мужчина, дедушка. Они всю жизнь в браке с женой прожили, любили друг друга. И он говорит, Виктор, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что если я могу увидеть как-то с другой стороны, мне станет легче. Он говорит, совершенно верно. Он говорит, ну вот поймите, вот мы прожили жизнь, моя жена умерла. Никто не виноват. Ну как бы, ну просто это вот старость. Я мог умереть, она могла умереть. Но мне же плохо, то есть, мне же больно. Он говорит, вот как я могу увидеть, чтобы это изменилось? Он говорит, вы любили друг друга? Он говорит, ну я же сказал, что мы любили, оба любили друг друга. Она вас тоже любила? Он говорит, ну мне кажется, что она даже, наверное, больше меня любила, чем я ее. Он говорит, скажите, а если бы вы первый умер? То есть она бы страдала? Он говорит, я даже не знаю, как бы она перенесла вот эту вот разлуку. Так считайте, что Бог дал вам возможность принять вот эту вот боль на себя. Знаете, что сделал этот мужчина? Пожал Виктору руку и ушел. Ему не стало, ну как бы, боль не стала меньше, но он вдруг осознал, это Божья благодать. То есть просто с другой перспективы. Он смотрел, а как я себя чувствую? И вдруг он ему показывает, а если бы это было наоборот? Ты несешь некое благо на себе. То есть вот эта перспектива, то есть то, что делает Бог с нами. И есть несколько вещей, которые мы должны, ну вот сто процентов, чтобы оставаться, вот как бы или идти за Богом и не отступить, потому что на сегодняшний день есть множество падений. И это несколько вещей. Это первое, перспектива Бога или перспектива небес. То есть она должна у нас всегда, ну как бы быть в наших головах. Почему? Потому что в Писании говорится о нас, что 2 Коринфянам 5.1. Ибо знаем, что когда наш дом земной, это хижина разрушенная, мы имеем от Бога жилищные беса, дом нерукотворный. Другое местописание, Якова 4.14 говорит. Ибо что такое жизнь наша? И он говорит, пар на короткое время. Почему он сравнивает жизнь с паром? Видели, как пар поднимается утром от росы где-то, да? То есть это что-то неустойчивое. Любой ветерок может сбить. Он даже не травинка берет, а пар. То есть я подумал, действительно, какое точное сравнение нашей жизни. И неважно тебе 70 лет, или 5 лет, или 17 лет, твоя жизнь может в одну секунду закончиться. То есть это вот как раз аллегоре. То есть я подумал, ну вообще, о чем вообще мы можем говорить, когда говорим о вечности? И однажды на одном собрании я услышал свидетельство одного человека. Он рассказывал историю, как отец гулял с сыном по берегу океана, по песчаному берегу. И сын был уже вот такой вот, знаешь, в том возрасте, который задает вот почему, почему, почему множество вопросов, на которые практически ответить очень трудно. И он говорит, папа, а что такое вечность? Ну и я думаю, вот задай мне сын, когда он проповедует. Ты же всегда вот, ну я не знаю, я слушаю проповедь там или читаю книги, я всегда перекладываю это как-то на себя. И он говорит, что такое вечность? И интересно, отец взял, остановился, он поднял немножко песка и песчинки просыпались так. Он говорит, вот видишь, вот сыночек, весь этот песок? Он говорит, ну да, да, вижу, папа. Он говорит, а теперь представь, что птичка, маленькая птичка, раз в год прилетает с той стороны моря, берет одну песчинку и переносит ее на ту сторону моря. И вот когда она перенесет все песчинки с этого пляжа, пройдет одна секунда вечности. Когда я услышал, у меня аж мороз по коже пошел. Думаю, ну это не точно, конечно, то, что он сказал. Ну, по крайней мере, ну сколько эта птичка будет летать? Я подумал, то есть там в одной, только ладошку надо там, не знаю, сотни лет, чтобы перенесла. Весь пляж. Ну, отец нашел вот какую-то аллегорию, которая бы показала сыну, насколько это долго, насколько это сильно вечность. То есть, и вот у нас должно перед глазами быть, что вечность впереди нас ждет. И здесь короткий промежуток времени, который мы должны, ну вот как-то прожить здесь. То есть, хорошо или плохо прожить. Тут я летаю часто на самолете, да, то есть тут пандемия немножко подрезала. Ну, тем не менее, я все равно продолжаю летать. И там иногда там пару раз в неделю приходится летать, иногда там раз в неделю. И знаете, я там налетал статус, золотой статус на аэрофлоте. Ну, это довольно удобно. То есть, почему? Тогда ты можешь в бизнес-зале ожидать, как бы прилеты там самолета. Там где-то можно чемодан больше взять, еще что-нибудь. То есть, к чему я все это рассказываю? Полеты стали частью моей жизни. То есть, и я готовлюсь к полетам, когда лечу, я думаю, а что я почитаю в самолете, чем я займусь в аэропорту. То есть, у меня это часть работы. У меня есть iPad с собой, там есть книги, у меня есть iPhone, там есть аудиокниги, какие-то проповеди, конспект, библия. То есть, для себя я подготавливаю какое-то время. Но, друзья, я же не могу сказать, что моя основная цель жизни – это самолет. Вот. Ну, это же было бы глупо. Это часть, которую мне придется выполнять, пока я нахожусь в служении. То есть, я смог сделать ее удобнее. Ну, получил золотой статус. То есть, я готовлюсь к этому. Но, друзья, если бы у меня не было золотого статуса, я бы так же летал. Понимаете? Точно так же можете свою жизнь вот здесь на земле апгрейдить до золотого статуса. Да хоть до платиного. Сделайте это. Но жизнь все равно однажды закончится. И когда мы понимаем вот эту перспективу, поймите, а эта же перспектива, она просматривается через весь Новый Завет. Начиная с книги Матфея, кончая Откровением. В Откровении, ну, просто очень много мест Писания. То есть, и в конце там последний глава, он говорит, «И увидел я новое небо и новую землю». То есть, это то место, где нас, мы будем вечно находиться с Господом. И если хотя бы вот эту перспективу мы будем держать, мы уже будем совершенно другими людьми. Вторая перспектива, друзья, которую мы должны увидеть, то есть, перспектива, вы помните, напоминаю, это, ну, как бы способность видеть, ну, вот, картину такой, какая она есть. И мы иногда смотрим, ну, как бы урезанным взглядом. Ну, Бог смотрит совершенно по-другому. Ну, интересно, Давид в одном из псалмов, он пишет такие слова. Он говорит, я, говорит, увидел, как живут нечестивые. Помните, как они там, глаза у них от жира выкатываются. Ну, может быть, не на то он смотрел. То есть, сегодня в спортзал стараются ходить, чтобы меньше выкатывались. То есть, но, тем не менее, он говорит, как они, дети их благословенные, они до самой смерти живут. И, говорит, мне, говорит, так трудно это было понять. Друзья, до каких пор это было трудно ему понять? Пока я не вошел в освятилище и не увидел конец. То есть, другими словами, когда он попал в освятилище, он увидел перспективу, перспективу вечности. То есть, то, как это Бог видит. Не то, как это люди оценивают. О, ты хорошо стоишь на ногах. Ну, и что, что он хорошо стоит на ногах? Не важно, как человек стоит на ногах. Но главная наша перспектива, это перспектива вечности. Повторяю, сможешь апгрейдить жизнь свою, благослови тебя Господь. И хорошо это будет, если ты апгрейдишь ее. То есть, но, тем не менее, то есть, эта перспектива такая временная. Вторая вещь – это восприятие себя и Бога. То есть, как происходит наше формирование как людей? Мы где-то, ну, мы с детства формируемся, но вот такое сознательное формирование проходит где-то в четвертом классе. То есть, ну, вот кто учился, кто учился? Да все в России учились в школе, да? То есть, в четвертом классе, где он, как Олег говорит, там враги собираются. Но хорошо, это другая история. То есть, в четвертом классе, до четвертого как-то ребятишки все вместе. А потом они начинают разбиваться на кучки в классе. Заметили, да? Ну, у девочек, думаю, так же, но у мальчиков это так выражено. То есть, есть там хулиганы, которые там, ну, как бы они чувствуют, что они главные в классе, не знаю по какому признаку. У них есть помощники у этих хулиганов, они чувствуют, что вот с этой компашкой надо держаться. Есть ботаники, которые, ну, собирают коллекцию, да? То есть, и ботаники, они как-то держатся тоже вместе, голову не засовывают куда не нужно. То есть, есть люди, которые выбрали какую-то середку. И вот происходит формирование. И как ведут себя вот эти вот ребята? То есть, ну, крутые возьмем, крутые ребята. Они в классе считают себя главными. И потом они это переносят на улицу. И представляете, то есть, и он уже закрепляет за собой определенный имидж, определенный образ. Мы же не рождаемся бандитами, правда, в этот мир? То есть, ну, мы ими становимся. То есть, присоединившись к той или другой компании. Или, ну, может быть, организовав эту компанию по какому-то признаку. И, допустим, тебя уже встречает милиция. Ты уже знаешь, что милиция – это твои враги. Ты должен с ними воевать. Тебя забирают. Покажите документы. Ты ему фигушки показываешь. Тебе в бубен, в кутузку. Ты страдаешь за свои убеждения. И потом ты выходишь довольный. О, меня взяли милиция первый раз. А человек-ботаник. Он скажет, ну, я забыл дома. Давайте я покажу. Человек поедет домой. Поймите. И он тоже знает свое место. И каждый сформировался. И вот теперь, представляете, мы приходим в церковь. То есть, поймите, то есть, то, что мы приняли Христа, это еще, ну, как бы, ты можешь проговорить эти слова, но изменения, они должны как-то проявиться. Почему? Потому что наш старый образ жизни, он продолжает влиять на нас. Поэтому апостол Павел говорит, отложите ветхий образ, истлевающий человека, и облекитесь новым. А как ты облекешься в новом? Да ты должен себя воспринимать совершенно по-другому. Ты уже не бандит, ты больше не в этой компании, понимаешь? Ты в компании святых и дивных. Не знаю, кого больше святых или дивных в этой компании, но тем не менее. Ты вот в этой уже компании, ты должен ассоциировать себя с ними. Ну, такой пример приведу, чтобы как-то вот проиллюстрировать это, что ли. То есть, у нас один брат, ну, он сидел долго, не знаю, там, лет 15, может. Ну, это его убеждения были, ребята, он там с малолетки сидел, выходил, сидел. И вот он вышел, стал христианином, начал служить и собрался жениться. Полюбилась ему девушка, она тоже сидела. Так вот, прежде чем жениться, он узнает у другой девушки, которая сидела, как она сидела. Ты ж, ты жениться собрался. Ну, его ответ тоже был понятный. В том-то и дело, что я жениться собрался. То есть, поймите, то есть, конечно, потом позже мы разговариваем. Он говорит, ну, пастор, ну, а что сделаешь? Ну, я так, ну, как бы, я в этом жил. То есть, ну, как бы, ну, пойми, то есть, для меня это вот какие-то убеждения, какие-то твердыни, которые нас продолжают держать, ну, на протяжении каких-то, ну, как бы, лет. То есть, мы продолжаем в этом, ну, как бы, ну, как бы, продолжаем жить. Поэтому человек, он поступает в соответствии с тем, кто он является. Да вот, когда я говорю, понятно, что иногда события могут поменять нас. То есть, какие-то, слышали, нет, ну, как бы, Альфред Нобель такой, жил дядечка. То есть, ну, Нобельская премия большинство знает. Они там динамит, он изобрел потом там нефть, они в Азербайджане качали. Но, неважно, то есть, он был богатый человек. И вот однажды произошел курьез. Это такой исторический факт. Интернета тогда не было, чтобы все посмотреть на всех там медузах и везде, то есть, всю эту информацию. И он это самое получает, утром приносит корреспонденцию, и он читает. Богатейший человек там умер, там, изобретатель динамита там, ну, как бы, отошел в вечность. А перепутали, и какой-то Нобель умер. Ну, а газельчики, они же, ну, как бы, новость на перегонке пытались напечатать. И он читает о себе, и он вообще не узнает себя. В этих вот статьях, где он умер, что он там злодей, душегуб, он, ну, и так далее. То есть, он читает. И, знаете, что-то перещелкнуло у него в голове. То есть, он сказал, не-не-не-не, он увидел себя с перспективы людей. Понимаете? То есть, как бы, как его люди видят. Почему вот эти вот психологи тренинги проводят, они говорят, ну, там, они много разных вещей, там, если бы тебе пять лет осталось жить. Или, допустим, ну, что бы ты хотел написать вот свою, как на надгробном камне. Здесь лежит, ну, такой-то и такой-то, или что там. Или какую бы ты речь хотел услышать. И тогда ты можешь как-то сличить. Ну, и вот он прочитал все отзывы. И он, конечно же, начал, вот, самое известное, что он сделал, там, Нобелевскую премию назначил. Потом он там, институт по исследованию, если не ошибаюсь, онкологических заболеваний. Ну, какие-то исследования они там проводили. Потом он там устроил институт или какую-то школу высшую для детей, которые не могут оплачивать. Просто он увидел себя другими глазами. Поэтому, друзья, когда мы приходим перед Богом, для нас очень важно увидеть себя теми глазами, каким видит нас Господь. Почему? Потому что иногда мы можем судить о чем-то, ну, неадекватно, отталкиваясь от своих. То есть я смотрю, ну, а кто я такой? Ну, я, наверное, неудачник. Ну, почему ты так думаешь? Ну, потому что вот у меня ничего не получается. Ну, это твой взгляд. Божий взгляд же может совершенно другим быть. И в Библии, в Библии есть история одна, я не знаю, читали вы ее или не читали. Рассказывает, как один, ну, как бы, ну, мужчина ехал в метро, я думаю, это метро было. То есть и заходит мужчина с двое детей, он сел вот так вот, усталился в одну точку. А дети начали бегать. И все люди начали возмущаться. Ну, в общественном месте же так не ведут, то есть, ну, как бы, себя. И он, что происходит? И я, говорит, сидел ближе всех, вот, ну, к этому мужчину, сказал, мужчина, извините, это общественный транспорт, не могли бы вы как-то утихомирить детей? То есть, и он сказал, да, 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 извините, извините, мы едем только что из больницы, нам сообщили, что, ну, моя жена, их мать умерла. Это, наверное, реакция, ну, вот, на то, что они услышали. Интересно, и когда люди, вот, которые сидели рядом, услышали то, что он сказал, дети не перестали бегать. Но интересно, что люди вместо того, чтобы злиться на этого человека, стали сочувствовать. Так вот, когда я говорю о перспективе, если мы видим глазами Бога церковь, если видим глазами Бога себя, если видим глазами Бога служение, мы совершенно по-другому будем относиться абсолютно ко всему. Тогда мы можем принести какую-то надежду, эту миру. А если мы отталкиваемся от того, что, вы помните, когда ты смотришь на себя, как на неудачника, ты говоришь, я неудачник. Да, ты смотришь на внешнее, ты смотришь на физический мир. Но это же не так. Посмотрите, что Писание говорит. Он дает нам перспективу. 1 Иоанн 3, 2 написано. Возлюбленные. Ну, это обращение к нам, если кто-то не понял, кому это обращение. Но это к нам, с вами. То есть, не только ко мне, не только к пасторам, которые сидят на первом ряду. То есть, это обращение к каждому из нас. Он говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. То есть, никогда это не... Вот теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это значит, что Бог стал нашим отцом, а мы стали Его детьми. Друзья, что сделал Иисус? Иисус принес, ну, кроме того, что Он умер на кресте, Он принес новое откровение, откровение Отца. Никто в Израиле, вообще никто в мире до этого не осмеливался называть Бога своим отцом. За что хотели Иисуса побить? Единственная причина. За то, что нарушал субботу, да, вы помните. И второе, говорит, потому что ты делаешь себя равным Богу, называя себя, ну, как бы, Сыном Божьим. То есть это было откровение Отца. Для нас сегодня, конечно, с вами Отче наш, Сущий на небесах. Ну да, Отче наш. Мы даже не думаем, что такое. Ну, такая молитва, Отче наш. Но это Отец. То есть Бог, Отец. Это очень, очень сильно. Посмотрите, ученики Его не понимали. В Иоанна 14 глава 8-9 Филипп сказал ему, обращается к Господу, покажи нам Отца, и довольно для нас. Это люди, которые с ним находятся уже, ну, какое-то время. То есть мы не знаем, в какой момент времени, у Иоанна вообще все запутано со временем. То есть у него в самых первых главах он уже в храм ходит, всех изгоняет. А потом как будто бы какие-то события, но он не расставлял, мне кажется, их в порядке очередности. Но тем не менее. И довольно для нас. Иисус сказал ему, сколько ты времени со мной и не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. То есть, и как я уже сказал, в Ветхом Завете Бог был кем угодно. Но он не был Отцом. Он был и, ну, как бы, иеговый, он и был исцелителем, он был обеспечивателем. Он был абсолютно всем. И знаменем, и пастырем. Но он не был Отцом. Но, опять же, и когда он говорит, научи нас молиться, он говорит, Отче наш. И вот это вот было самое, самое революционное на тот период. Для нас сегодня этого не понять. Мы все молимся, Отец, Отче, Папа, Папочка и так далее. То есть, какая сегодня концепция Бога? Мы его разделили на три части. То есть, я сейчас в доктрину не буду влезать, но, ну, по крайней мере, мы говорим, Бог, Отец, это судья. Он там сидит, стражится, чтобы все законы правильно работали. Там сын, он пришел, говорит, бать, ну, давай как-то держись. Понятно, что они все ненормальные. То есть, ну, вот я за них умер. Ну, и Духа Святого на всякий случай, чтобы мы как-то прошли через эту жизнь. Вот такая вот у нас своеобразная концепция. Но, друзья, если мы говорим о Боге, это же не три разных человека. То есть, ну, как бы. Это одна личность. Это одна личность. То есть, это не три личности. С одной стороны, это три личности, но это одна личность. И когда мы говорим о Боге Отце, все те же самые качества есть у Сына. Почему Он? Да потому, что Он, говорит, видевший Меня, видел Отца. То есть, когда Иисус дальше говорит, я пошлю утешить Духа Святого, Он наполнит все обо Мне, потому что от Моего возьмет. То есть, это все одно целое. Кстати, эта идея была Бога, ведь, да, послать Сына. То есть, ибо так Бог возлюбил мир. То есть, это не Иисус возлюбил. Тут, ну, очевидно, что речь идет об Отце. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сына Своего Ненародного. Поймите. Опять же, Римлянам 5.8. Ну, Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он тоже разделяет эти две личности. Но мы видим, что в этом есть благословение Отца. Поймите. То есть, Римлянам 8.31 написано. Это апостол Павел. Он как бы подводит итог Выше Сказанного. Он говорит, что же сказать на этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Вот она, перспектива Божия. Поймите. То есть, мы теперь дети Божии. Бог на нашей стороне. То есть, в любом случае, мы Его дети. Написано. Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Задает он резонный вопрос. Бог оправдывает их. Друзья, это вот, это та перспектива, которую Бог, Он рисует перед нашим взором. Кто мы теперь? То есть, мы теперь уже дети Божьи. Ну, как я уже сказал, здесь речь идет об Отце. То есть, и для нас, ну, не знаю, как для вас, то есть, но я спас в другой немножко церкви, такая более консервативная церковь. И там как-то Бога рассматривали, ну, что, вот тут Бог тебя обязательно накажет, если ты будешь там хулиганить. Вот почему мы так поступаем? По одной простой причине, что мы видим какой-то образец в семье. То есть, если ребенок, ну, как озорничает, да, его наказывают. Если он не выполняет требования учителя, его снова наказывают. То есть, и мы переносим вот эту перспективу, то есть, ну, как бы на Бога. То есть, и мы говорим, ну, как вот, вот Бог точно так же поступает. Ну, друзья, для нас, ну, а тогда чем отличается наш Бог от всех остальных богов? А тогда концепция «Бог есть любовь», в чем она тогда выражается? Поймите, то есть, для нас, вот для человеческих существ, важно, очень важно знать, что Бог на нашей стороне. Если вы не знаете, что Бог на нашей стороне, то у вас не будет дерзновения ни в молитве, ни в каких-то действиях. Почему? Потому что в любом случае вы будете чувствовать себя как незащищенными. Но когда мы приходим в церковь, мы как раз получаем эту защищенность. Если мы думаем, что мы получаем защищенность только когда мы правы перед Богом, а тогда, а чем отличается благодать от закона? Ну, я просто вот сейчас пытаюсь с вами размышлять прямо вот здесь. То есть, чем тогда он отличается? У меня был в детстве, я думаю, что, наверное, класс третий это был, наверное. Ну, третий, второй класс. Ну, я мелкий был. И помню, у нас там какая-то драка затевалась. Ну, как драка? Это второй класс. Ну, что там за драка должна была быть? Ну, для меня это было серьезно. Я как-то там, мы с нашего двора ребята, то есть, там, двое или трое. И вот я не помню, сколько нас человек, но нас там человек пять-четверо собралось. И вот, ну, как бы мы там начинаем, ты чего? Ну, выясняют, кто чего? То есть, ну, как бы, ну, это ж не так, это ж ребятишки, там, не так просто, что ударить. Там, это большие уже у них ума больше или меньше, я не знаю, то есть, те бьют, не думают. А в этом возрасте они все боятся. Ну, и вот мы чокали-чокали, не знаю, сколько мы стояли, и вдруг кто-то вот из этой вот компании говорит, а я, говорит, брату своему расскажу, он придет всем вам накостыляет. Я думаю, оба, то есть, ну, я был маленький, я не знал, что есть такие ходы, то есть, там еще брата можно включить как-то в эту ситуацию, то есть, ну, я так подумал, у меня брат на восемь лет младше меня, ну, там ему один год, то есть, там, накостылять он никому не сможет, то есть, ну, как бы козыри кончились у меня. Кто-то, ну, там, я вот не помню даже участников этого мероприятия, то есть, там где-то два на три, что-то вот так вот было. Кто-то говорит, а у меня батя, он вообще такой сильный, то есть, а у меня батя бухал, я понял, что он не вклинится вообще, то есть, ну, даже он не будет соваться, то есть, и я понимал, что, ну, как-то можно бы, я сейчас понимаю, что можно было блефовать, конечно, но в то время, как бы, я как будто бы не знал этого еще. Ну, маленький был, я еще не умел врать тогда. Сейчас не переживайте, научился врать, все, как бы, со времени все приходит, то есть, ну, в то время не умел, то есть, ну, а я все это обрабатываю, эту информацию, думаю, тут уже и брат, и батька подпрягается, и я так подумал, то есть, ну, теоретически, моя маманя может им накостылять всем, то есть, ну, как бы, ну, как-то это, ну, как-то я почувствовал, что маманю нельзя тут впрягать, вроде как мужские дела идут, то есть, ну, как бы, вроде все мужчины, я тут с маманей, ну, и опять же, маманя у меня советский человек, вы понимаете, то есть, она еще и мне накостылять может, ну, как я оказался вот в этом несанкционированном митинге, то есть, ну, как, ну, вот как я в драку вот ввязался, то есть, ну, как бы, я понял, что маманя не вариант, то есть, ну, и я вот, вот, я, знаете, не так много помню с того периода, но вот эту вот историю, я не знаю, она как-то запечатлелась, видать, вот эти чувства, вот этот пояс, ну, конечно, я так не сказал, и я думал, стоял, а кто же вообще, есть ли какой-то человек во всем этом мире, кто вступится за меня? Вот я стал перед таким вопросом, конечно, не теми словами это все было выражено, это все было, ну, чувства те же сами, а есть ли вообще-то кто? Батька не вступится, брат не может, то есть, мать это, ну, как бы, тоже никуда не вступится, и вдруг меня осеняет, у меня есть дядька, и он жил тогда в Новосибирске, это километров 600 от Ачинска, то есть, ну, там расстояния их никто не говорил, то есть, в то время, то есть, я говорю, у меня дядька, и он служит в армии, то есть, ну, я так прикинул, он там автомат, наверное, у него есть, то есть, он там, ну, здоровый, ну, военный, здоровый, красивый, здоровенный, как поется в тех, в тех песнях, да, то есть, и вот у меня почему-то такая ассоциация, что дядька впридется за меня, а дядька, ну, вы знаете же дядьки, которые вот, ну, не знаю, вот ему, если мне было 10, ему 20, он со мной играл, да, и все, то есть, он, я понимаю, что он никогда меня не воспитывал, то есть, это бабушки и дядьки такие, да, то есть, ну, как бы, и дедушки тоже, и он, и он как-то любил меня, вот, ну, мы не часто видели, и я подумал, вот точно, дядька может заступиться за меня, я говорю, а у меня дядька, он военный, он солдат, он вообще может прийти, всех побить, то есть, ну, то есть, ну, в общем-то, я просто рассказывал, ну, теми вот чувствами делился, так вот, друзья, когда мы приходим в церковь, для нас очень важно, то есть, что есть какая-то личность, которая не будет разбираться, как моя маманя, то есть, ну, как бы, кто прав здесь, кто не прав, кому костылять первому, то есть, ну, как бы, или как мой батя, которому вообще безразлично, знаете, некоторые люди говорят, ну, Бог, он такой отстраненный, Бог, он создал мир, а он сам там как-то крутится, то есть, и он так потихоньку смотрит, ну, главное, чтобы в шестеренке пальцы не совали, а остальное все нормально, поймите, то есть, ну, и для нас очень важно, что Бог наш отец, вот это и есть откровение, ну, вот, перспектива небес, Бог отец, то есть, может быть, мы много раз это слышали, может, мы не осознаем, а что это такое на самом деле, ну, это на самом деле, Бог любящий отец, я понимаю, что мы воспитывались в разных семьях, вот, как бы, вот в моем у батя было, как, ну, мы сосуществовали вместе в одной квартире, то есть, как бы, он не лез в мои дела, я не лез в его дела, то есть, и паритет у нас такой был, то есть, ну, и других там детей били, то есть, и понятно, что у нас, как бы, может быть искаженно это вот представление о Боге, отце, то есть, и мы думаем, ну, Господи, а как мы можем вообще, ну, вот, с таким, ну, жить, ну, друзья, в том-то и дело, придите к Богу, скажи, Бог, у меня никогда не было отца, мне не с кого было брать пример, понятно, что мальчики, наверное, потом берут пример с каких-то старших ребят, то есть, которые там, ну, лидеры преступных группировок, или там на работе кого-то, еще кого-то, они все равно будут брать пример, то есть, вопрос, с кого они будут брать пример, ну, и даже если вам 50 лет, и вы пришли в церковь, и у вас не было отца, это как, сейчас, как модно, рано говорит, но это не рано, друзья, это просто пустота, которая не заполнена, и Бог может ее заполнить, самое интересное, что Бог может ее заполнить, это Он предложил, Христос говорит, молитесь же так, Отче наш, то есть, Он сказал, Он говорит, иду к Богу моему, к Богу вашему, отхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Он как бы вообще не делает вот этой разницы, просто увидьте, какой же Бог любящий, понятно, что там перегибает палку в другую сторону, что там все дозволились, и так далее, но, друзья, Бог, Он любит нас, и Он не откажется от нас, друзья, Он не откажется от нас в любом случае, поэтому мы должны, ну, как бы, держаться за Него, и, друзья, как я уже сказал, если Бог любит нас, только когда мы правы, то мы в большой проблеме, но мы все еще тогда будем пытаться заработать Его благорасположение, Его любовь к нам, ну, посмотрите, вы должны, мы должны вот точно знать, я любим Богом, я любим моим Отцом Небесным, то есть, посмотрите, Эфесянам 2,12, какие слова здесь написаны, что вы были в то время без Христа, апостол Павел пишет, отчуждены от общества Израильска, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожниками в мире, то есть, он перечисляет целый набор всего, что разделяло нас, то есть, некая такая невозможность, а теперь во Христе Иисусе, скажи, во Христе Иисусе, то есть, это не просто вот я сам по себе, но во Христе Иисусе, вы бывшие, некогда далекие, стали близки кровью, и 19 стих, и так, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, поймите, осознание принадлежности новой семьи меняет абсолютно все, почему, потому что мы свои Богу, то есть, и вы знаете, вот когда есть свои, то есть, есть такое понятие, это не обязательно родственники, то есть, это свои, это наша компания, мы за них держимся, они за нас держатся, мы держимся вместе, так вот, как раз мы стали свои Богу, то есть, и это очень важно, поймите, осознание принадлежности, осознание вот этой вот любви, оно абсолютно все меняет, и в Библии, там есть история с Закхеем, вы помните, да, то есть, он, ну, не буду перескать, он был невысокий рост, там, и он положил всю свою жизнь, чтобы вот он двинулся, там, как сборщик налогов, достиг там определенного уровня, то есть, ну, как состоялся в определенном круге людей, то есть, ну, интересно, когда Иисус проходил через Рихон, через его родной город, он почувствовал внутри, а что-то не так с этим человеком, а что это за человек, и Писание говорит, так как он был малоростный, он влез на дерево, друзья, ну, и это могла история быть никак не освящена, но произошло нечто чудесное, когда Иисус проходил мимо, мы не знаем, нам Писание не объясняет, откуда он знал это Закхеем по имени, это было сверхъестественное понимание, или он каким-то образом слышал об этом человеке, но он обращается к нему, Закхей, сойди скорее, я должен быть у тебя сегодня в доме, так вот, друзья, для нас, вот, для нас, ну, кажется, да, ну, залез человек на дерево, ну, чудаковато, да, Иисус зашел к нему домой, но, ребят, вы не понимаете, что это значит зайти к нему домой, то есть, поймите, он не просто, ну, как бы грешник, он начальник грешников, то есть, это грешник в квадрате, да, то есть, и он говорит, я хочу быть у тебя, и когда он заходит в Закхей, я не знаю, в этот раз или в другой, я уже не помню, то есть, каким-то образом, часть учеников не находится внутри, почему, потому что они разговаривают с фарисеем, и фарисеем задают, почему ваш учитель ест с грешниками, друзья, так вот, вот, для нас, я говорю, это непонятно, но для них это очень понятно, то есть, он зашел к нему, показав любовь вот таким вот образом, то есть, другими словами, благорасположенность к нам, она Богом доказана, то есть, неважно, то есть, я иногда думаю, вот, я сидел, у нас есть разбор Библии среди недели, мы через девайсы это делаем, то есть, и мы затронули вот эту историю, помните, когда, ну, как Иисус лежал у одного богатого человека, и одна женщина зашла, и она вылила ему на ноги этот, и лей, да, то есть, у них, они же в этих халатах ходили, ну, типа халатов, такая одежда, то есть, я начала плакать и вытирать волосами ноги, то есть, и фарисей, да, там он говорит, если бы он знал, кто она такая, он бы тогда поступал, ну, наверное, совершенно по-другому, я просто представил, ну, вот, вы лежите, да, какая-то женщина, начинает вытирать вам ноги волосами, я думаю, как он мог, ну, каким образом он позволял этому, ну, я бы, по крайней мере, из своей репутации, ну, как-то начал заботиться, но интересно, что Бог, он принимает каждого человека, видя сердце его, то есть, Христос, он просто сказал, слушай, вот я к тебе пришел домой, и ты мне налил вот на руки воду, а она, говорит, слезами поливая, ты там не дал мне целования, она целует мои ноги, то есть, довольно интересно, он сделал на этом целый урок, ну, к чему я говорю, что он показал, что он очень открыт к человечеству, и проходит какое-то время, что происходит, а происходит следующее, Захи встает, мы не знаем, прошел это час, полчаса, мы не знаем, что там в душе у Захи этого происходило, но он встает и говорит, половина имения своего, я раздам нищих, и если кого-то я чем-то обидел, раздам вчетверо, Иисус говорит, сегодня пришло спасение в этот дом, потому что он сын Авраама, но только что, пятнадцать, ну, там, не знаю, час назад он был грешником, начальник говорит, теперь он сын Авраама, спасение в его доме, а что произошло, а он увидел Бога через Христа, с той перспективы, которую должен был увидеть, почему, потому что Христос, ну, или Бог, вошел в его дом и кушал с ним, то есть он просто не погнушался им, так вот, друзья, если он не гнушался за Кхеем, он не гнушается и нами, друзья, то есть, и ты говоришь, я неуспешный, еще что, ребят, вопрос не в этом, мне понравилось, как сегодня брат свидетельства, он говорит, там, мне, говорит, сказали, что у тебя какой-то желтый должен родиться, он говорит, да мне какая разница, хоть зеленый, это мой сын, он должен родиться, так вот, вот это отношение отца к нам, какая разница, какой ты, он тебя принимает, другое дело, Писание говорит, что он нас очищает, но это уже другая история совершенно, это не говорит о том, он не оставит нас, если мы не оставим его, а посмотрите, опять же, история с Иоанном, которая происходит, здесь, ну, как, он называет себя любимым учеником, ребят, а с чего он взял, что он любимый ученик, кстати, кто сказал, что он любимый ученик, но он же и сказал, что он любимый ученик, это то же самое, что вы можете сказать, я самый любимый, ну, как бы, вот в этой церкви меня Бог любит больше всех, но некоторые люди скажут, ну, это же наглость, это откровение, ребят, ну, может быть и наглость, я согласен с вами, может быть, ну, откуда ты знаешь это, наглость или откровение, и довольно интересно, он, почему он так поступает, потому что он чувствует так, то есть он принял, это нигде ты в Писании не увидишь, что Иисус говорит, он обратился к любимому ученику, это Иоанн, говорит, там лежал любимый ученик, ну, так, между прочим, скромно ты, и он говорит, Петр ему дал знак, то есть, ну, это не Иисус, не Петр, я думаю, что Петр мог поспорить с ним довольно-то, почему, потому что он Петругой, и поймите, когда есть вот такое понимание, ты можешь делать практически все, я не помню, кто из великих божьих людей сказал, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, и делай, что хочешь, то есть, потому что любовь не делает ближнему зла, то есть, мы видим, самая последняя книга, Евангелие от Иоанна, заканчивается тем, что они там кушают рыбу, разложили, довольно интересно, его Иисуса же не узнавали, да, когда он после воскресения приходил, все-таки почему, потому что Павел говорит, если знали Христа по плоти, больше не знают, я думаю, что это, это как раз намек нам на то, что мы не должны искать какой-то образ, а мы узнаем его своим сердцем, как люди, которые шли в Имаус, то есть, как люди, которые говорили, это Господь, когда он там, у них улов большой был, и вот он Петру говорит, Петр, следуй за мной, и Петр начинает следовать за ним, вы помните, и через какое-то время поворачивается, а там идет Иоанн, помните эту историю, он говорит, а он что, так вот, друзья, то есть, он же, это же действительно, Иисус не звал его, то есть, и Петр понимал, познан был он только один, так вот, друзья, если ты вот осознаешь вот такое отношение к себе Бога, то тебе какая нравится, ну не позвали тебя, ну не позвали, но я все равно, я же любимый, значит я могу пойти, поймите, то есть, это вот, это и есть отношение, у нас, знаешь, там, ну как, на день рождения не пригласили, все, обиделся, ну ты что, или сядет, сидит дома, ждет, что-то, ну настоящие друзья придут на день рождения, ты что, больной что ли, ну позвони всем, напомни, скажи, а ты что забыл, у меня же день рождения, и человек будет радоваться за тебя, ну сейчас, в соцсети, хорошо друзья, вот в общем-то, это то, чем я хотел сегодня поделиться, то есть, есть надежда для нас, есть надежда спасать этот мир, но друзья, то есть, до тех пор, пока мы будем не видеть правильно, с точки зрения Бога, с перспективы Бога, то есть, кто мы такие, кто он такой, и перспективу, и это только основные какие-то вещи, мы никогда не будем, ну как бы в победе, тогда конечно же, мы не сможем спасти человечество, если мы будем смотреть, ну вот, ну нас не так много здесь, то есть, у нас нет денег, да какая разница, как вы помните, когда они подошли к границе, ну как бы с Израилем, и там многие говорили, да у них такие города укреплены, ну там были два человека, вы помните, Иисус Найан и Харь, вот они видели с перспективы Божьей, друзья, если вы подумаете, Бог уже помог вам дойти, вот до этого места, Бог уже что-то сделал в вашей жизни, и Он будет продолжать вести вас дальше, и дальше, и дальше, поэтому давайте мы закончим молитву, я хотел бы помолиться, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы могли видеть так, как видит Он, то есть от этого очень много зависит в нашей жизни, почему, потому что если мы видим, ну плотскими глазами, или физическими глазами, тогда, друзья, ну мы просто люди, и мы будем делать Божью работу своими силами, а это никак не работает, но если мы смотрим глазами Бога, то тогда Божья благодать будет освобождаться, Господь Иисус, я благодарю Тебя за время, которое мы с братьями можем провести перед Твоим лицом, и мы понимаем, что та работа, которую Ты положил перед нами, это великая работа, Божья работа, Господь, и мы знаем, что мы не можем делать человеческими силами, Господи, помоги нам видеть Твоими глазами, все, что сейчас происходит на земле, видеть лично нас, Господь, дай нам увидеть Тебя глазами Твоими, Господь, и дай нам увидеть Твою работу, Господь, через призму Твою, и все это просим во имя Иисуса Христа, и для славы Твоей, и все любящие Господа скажут, Аминь. Давайте дадим благословение, Господу, спасибо вам, спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,